Северный и Восточный Казахстан по своему ландшафтному райнированию не имеет естественных преград в направлении Сибири. Более того, и Туран, и Сибирь являют собой одно естественное, природное целое. Объективное единство территории издавна дополнялось субъективным единством культурной и политической жизни региона. Поэтому казахи всегда имели собственные интересы в Сибири, в которой они, помимо прочего, искали смерти Ермака. Человека, имевшего неясное, по некоторым версиям чуть ли не тюркское, этническое происхождение. Хотя люди в здравом понимании его подвигов вряд ли рискнули бы приобщаться к ним. Слишком много проклятий связано с Ермаком. Летом 1581 года атаман Ермак полностью вырезал казахско-ногайское население бывшей золотордынской столицы Сарайшика, и так едва доживавшего свои дни после распада Золотой Орды. В городе оставалось всего лишь две тысячи населения. И все оно было предано смерти. Судьба убитых на месте мужчин оказалась предпочтительнее трех дней мучений девушек и женщин, страдания которых прекратились казнью только на третий день. Такого изощренного геноцида Туран в своей истории еще не видел, ибо степняки даже у кровных врагов не убивали ни женщин, ни детей. Впрочем, изуверствами над живыми казаки Ермака не ограничились. Совершив земное изуверство, они разрыли царские могилы, ограбили их, а кости давно упокоенных ханов Золотой Орды, Ногайской Орды и казахского ханства сожгли. Произошло невиданное святотатство и над миром мертвых. Полномасштабный геноцид живых совместился с кощунственным осквернением памяти мертвых. Такие преступления против мертвых лишали виновных Орваха. Таким образом, Ермак совершил двойное убийство и живых, и мертвых. Сравните сами, даже в фашистских лагерях смерти находились живые, а в Ордынском сарайшике их не осталось. И эти души убиенных и непохороненных, и Орвахи усопших не могли быть успокоены, пока был жив преступник. Попранная сакральность требовала кары для успокоения Орвахов. Поэтому туранская вендетта Ермаку приобретала характер и кровной мести, и небесной кары. От такого изуверства Ермака опешил даже царь. Ему-то и самому отказал в Божьем благословлении собственный митрополит Филипп. Но при известии о подвиге Ермака, даже кровавый царь открестился от такого небывалого грешника. Впрочем, помимо этих злодеяний, Ермак оказался виновен еще и в государственном преступлении, так как был причастен к убийству царского посла Перепелицына. При таком стечении событий, казалось бы, царская обида должна была исполнить сакральные туранские проклятия, но темная сторона, овладев человеком, сделала его еще удачливее в его злых делах. Ермак сначала взял Сибирь, ведь темная сторона всегда сильна своими злодеями. И Ермак, вооруженный поддержкой строгановых, игравшими в северных краях роль Ост-Индской компании, вошел в Сибирь. Этот эпизод вначале не был столь акцентирован и значим для казахов и джунгар, занятых в своей войне. Но все изменилось, когда 26 октября 1582 года Ермак занял Искер, сибирскую столицу, покинутую слабосильным Кучумом. Тут-то и возникли в Сибири казахи. Существует казахское предание о том, что не Кучум, а казахский батыр Садбек из племени Уак в 1584 году пресек кровавый путь завоевателя Ермака. Казахская народная память сохраняет о руах батыра Садбека как победителя нелюдя Ермака, тогда как официальная российская история говорит о том, что Ермак утонул. Но тогда откуда взялась кольчуга Ермака? Не от средневековых водолазов же. Садбек батыр отрубил ему голову, отделив от тела грешную душу, которой никогда не будет покоя. Да и откуда возникнет о руах кровопийцы, не от поминок же по изуверу Сарайшика и Сибири? По-другому, тюрко-сибирскому преданию Ермака убил кучумовский воин батыр Кучугай, прободив ему горло. Конечно, обе тюркские версии легендарны. И они явно противоречат официальной российской истории, которая утверждает, что Ермак утонул. Но при этом необходимо учесть, что и сама российская версия также составлена со слов, то есть она не менее легендарна. При таком изустном сходстве первоначальных источников тюркские версии получают преобладание хотя бы своим двойным количеством. Кроме того, официоз можно уличить в имперской тенденциозности и заинтересованности. Царская Россия была империей, а империя не может позволить развенчание своих героев. Все-таки недаром Россия создала великодержавную и героическую историю завоевания Сибири. Сформировалась целая идеология покорения Сибири, и потому империя не могла себе позволить признаться в настигшем Ермака возмездии. Да еще со стороны покоренных, то есть неблагодарных. В связи с этим в зоне умолчания оказалась и последующая гибель Ермакова войска вместе с царским воеводой. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...